Всем добрый, добрый, добрый вечер. Сейчас Юра должен присоединиться. Юра, привет, слышишь меня? Привет. И вижу, какой ты пиздец важный, блядь, с сигарой, нахуй, куда бы деться, блядь. Ну ты же знаешь мои эфиры. У меня это уже традиция практически. Поэтому я решил не изменять, посидеть на балконе и покурить. Сейчас подождем, давай все присоединятся тогда. Дон Корлеона, блядь, с сигарой. И потихонечку наткнем. Вопросы у меня есть? Друзья мои, те вопросы, которые вы задали изначально, ну чуть раньше у меня на странице, они сейчас чуть-чуть попозже подъедут, поэтому пока можете вопросы писать. Уже 131 человек. Мы с Лапиным проводили эфир, было 200. Да, я думаю, что сегодня мы побьем этот рекорд. Но мы с Димончиком, с Димончиком мы побили с Головинским. Блядь, в три с половиной раза, по-моему, больше было, чем обычно. А сколько народу? Блядь, что-то там 800 с чем-то было. Там еще по этим, по донатсам у него прикол был. То, что это... У него что-то там самое большое, что-то, по-моему, на 4 косаря он собирал, в этот раз, блядь, на 16 получилось. Я донат не собираю, но хорошо. Да я тоже, как бы, даже, честно говоря, и не думал об этом. Вот, но на Украине времена тяжелые, поэтому все нормально. Сейчас чуть подождем. Те, кто меня не знает, не смущайтесь, пожалуйста, сигарами. Я курю это редко. Поэтому у меня Украинский получил, и я курю в память о нем, по большому счету. Вот, поэтому не кричите ЗОЖ, не ЗОЖ там. Это не ЗОЖ, это вопрос уважения к ушедшим друзьям. Так. Тут тебе много пишут людей из... Уже по-испански я не читаю, к сожалению. Sorry, no caprendo. Так. 232, но мы уже побили рекорд. И еще прибавляет, сейчас подождем. Сейчас она бежит. Да-да-да. Сейчас только моих, только она бежит сейчас для прямого эфира. У меня же, получается, тоже высвечивается все правильно, что я в эфире. По идее. Ярлычок горит. В смысле, тебя видно? Ну, тебя люди видят. Нет, я не вижу то, что, если, например, ко мне зайти на страницу, то будет видно, либо для моих подписчиков, что я сейчас в прямом эфире. Да, и поэтому сейчас... Думаешь? Думаешь, что только мои получаем? Мне кажется, есть. Что за лодокат спрашивает? Что? Что за мужик в шапке? Мужик в шапке – это я, который претендовер меня зовут. Мужик в шапке – это мужик в шапке. Мужик в шапке – это мужик в шапке, который организовал для вас этот эфир. Да, это, короче, организатор и... И глашатый наш, который будет озвучивать вопросы. Известный тренер в узких кругах. Давай тогда начнем, пока вопросы и пока народ собирается, я у тебя хочу спросить, как журналист, в первую очередь. Давай. Тебя в последнее время слышно меньше. Что у тебя в жизни происходит вообще? Вот за последнее выступление... Это какая-то хуйня происходит на самом деле. Непонятное. Я что-то все пытаюсь найти себя в жизни, скажем так. Как бы неудивительно это звучало, но я что-то не могу понять, чего я хочу. Чем хочу заниматься, как бы, не знаю, за спор тоже ничего пока не могу сказать. Пока как бы, ну, пока есть силы тренируюсь, выступаю. Ты работаешь там же, тренером, да? Никаких других планов у тебя нет? Да вот как раз-таки по этому поводу есть, но это мы, если что, с тобой лично обсудим. Ну, я все-таки тебя хочу вытащить на семинар. Те, кто знает, кто не знает, знаете, мы 4-5 мая проводим семинар совместно. Я хочу, чтобы это было регулярно достаточно. То есть, я знаю, как тренер персонально, да, с таким, с большим стажем, больше 20 лет, что это рано или поздно заебывает, говоря русским языком. И для того, чтобы не уходить из профессии и не становиться директором, что обычно ошибка, необходимо чуть-чуть расти в сторону. Семинары начали. Не, я и хочу, да. То есть, для меня семинары, мастер-классы куда более интересны, чем у нас, такие вот для тех ежедневные одни и те же стены, одни и те же рожи, скажем так. Вот, извиняюсь перед своими клиентами и спортсменами. Ваши рожи совсем не рожи. Вот, это, в смысле, такое выражение. Это нормально. Реально, это очень, как бы, это очень, очень угнетает. Потому что в том зале, в котором ты работаешь, тебе приходится в этом же зале тренироваться. И это, ну, знаешь, только как комбо получается в плане угнетения. Ну, тяжело, тяжело. Но, опять же, если, например, в каком-то другом зале тренироваться, я бы уже, наверное, не смог. Потому что, как бы, я уже привык к залу, для себя там все оборудовал. Вот, и поэтому, если, знаешь, как бы уходить от тренерской деятельности, наклубной деятельности, то, как Лен, бы я там остался бы точно. И дальше бы крушил бы полы. А на чем ты сейчас ездишь? Я знаю, что ты тачки же полюбил, как минимум. Тебя сменил? Да, я тачки всегда любил. Вот. Езжу я на Audi 5-й купешке. Ну, которая у меня вот в Инстаграме. Она есть. Вот, брал полностью ее. Машина мечты? Да, прям. Ну, как бы я стараюсь делать из обычной машины машину мечты, вот, скажем так. Нет, серьезно, вот, если бы ты не был ограничен средствами, например, вообще, что бы ты купил? Я даже не думал. Я бы, наверное, Теслу бы взял, которая, у них суперкар, электромобиль, которая тысяча момента, и за 1,9 до 100 разгоняется. Вот это тема. Вот это уже интересно. Да. Потому что, ну, я помню, я осуществил мечту Харлей, да, и вот, когда начал мотоциклами заниматься, я думаю, Харлей было очень дорого для меня на тот момент. Я думаю, вот, мечта, может быть, когда-нибудь осуществится. Поэтому нужно иметь машину мечты. Или мотоцикл мечты. Ладно, давай по вопросам начнем. Ну, давай. Только я хочу тебе задать вопрос, который меня волнует очень сильно. Курить это, типа, модно. Ага. Всякая фигня. Так. Скажи, пожалуйста, я тебе хочу задать вопрос. Тебя наверняка заколебали с ним. Но ты в АйПФ собираешься возвращаться? Это прямо номер один по популярности из задаваемых вопросов. А все тебя там? Нет, 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 нет. Не будешь, точно. Чисто не потому, что не хочется, а чисто из здравого смысла. Вот. Я просто вспомнил, каким я нищебродовым был, пока выступал в АйПФ. Бегание по универу, собирание денег на соревнования, эти всякие ругания, разбирательства с клубами. Это был бы реально пиздец. Вот. Плюс, опять же, то есть, какой-то финансово, да, часам, знаешь, там никакой. То есть, как бы, ну, деньги искать на поездки, да, надо искать. То есть, где их искать, либо со спонсорством всегда все сложно, особенно ФПР. Почему-то в альтернативе все проще, чем ФПР. Честно говоря, до сих пор для меня это загадка. Вот. То есть, почему за АйПФ никто не следит, вот, хотя надо. Блин, каждый, не знаю, каждый пауэрлифтер-любитель должен следить за АйПФ. Не важно, в какой федерации он выступает. Согласен с тобой. Вот. Это все равно, что там, не знаю, с боксом будет не совсем удачно, потому что олимпийский бокс не такой интересен, как профессиональный. Вот. Но, блин, все равно. Так. Так вот, если вернуться. То есть, получается, я намеренно, как бы, лишаю себя заработка, то есть, уходя в ФПР. Вот. И, опять же, куча рисков. То есть, ну, все, как бы, понимают и знают, что допинг-контроль у нас уже превратился в явную политику. Вот. Эти все время сейчас разбирательства идут с этими залетами непонятными, вскрывания старых проб и тому подобное. Вот. И нахрена мне вот в эту политику лезть? То есть, когда у спортсмена уже был один диск лау, не важно, по какой причине, по каким препаратам, вот. Дай повод, они тебя отправят обратно. Вот. И все. То есть, я вот на эту херню, как бы, опять летать не хочу. То есть, с моей, получается, стороны и так была такая, как бы, не очень приятная ситуация, и очень тупорылая ситуация получилась. Вот. Но, как бы, хотелось на тот момент еще повыступать. Там не до ЗМС, можно сказать, что хватало чуть-чуть. Точнее, не хватало чуть-чуть. Вот. И мне бы вот этого года, 2015-го, хотелось бы до выступать, чтобы, в принципе, насобирать по очкам. Но, тем не менее, в принципе, сейчас мне этот ЗМС нахрен не нужен, по сути дела. То есть, ну да, прикольно, но для тяну того не стоит. Зачем тебе? Тебя и так весь мир знает. Зачем тебе? Это уже надо. В любом случае, Белкин это имя, которое знает везде, в том числе в IPF, в том числе на любом международном помысле. Да и как, ну, как бы, и тем более, я опять же, даже когда я выполнил официальное МСНК, я документы на МСНК, то есть, на присвоение не отправлял. Получается, мой тренер отправил их молча. Я говорю, нет, как бы, эти присвоения нахрен не нужны, для меня главный результат. То есть, мои килограммы подняты, и мои, получается, победы, да, которые завоеваны на соревнованиях, да, IPF. Вот. А то, что касается альтернативы, ну, тут уже чисто килограммы. То есть, Гриш, ты там какой-то чемпион мира IPL, блядь, не знаю. Язык даже не повернется. Какой нахрен, блядь, чемпион мира IPL, какой нахрен IPL, какой нахрен там в РПФ и там еще чего-то. То есть, ну, к федерации у меня никаких там претензий нет и вопросов. Но, блин, то есть, это, как бы, самое тоже банальное обсуждение, то, что чем больше этих всяких чемпионатов мира, неважно по каким федерациям, тем меньше ценности звания чемпиона мира. Вот. Поэтому я просто Юрий Белкин с лучшей суммой, то на 55 и тягой там 440. Вот и все. Это уже дофига. Я тоже считаю, что федерации должно было остаться две. Нужно было оставить ФПР. И остальные. И ВПЦ. Нет, и все. Нет, и остальные, я бы сказал. Тебе, зачем остальные иск еще 8? Я не очень понимаю, честно говоря. Ничего против не имею. Но картина получается интересная. Ладно. Давай по вопросу. Давай. Я всегда готов. Вот спрашиваю тебя, сколько раз в неделю выполнять становый тяг? Раз. Достаточно будет. Один раз, но довольно-таки хорошо упахиваться. Ты, кстати, поменял, ну вот, скажем так, я не про допинг говорю сейчас, да? Ты поменял стиль тренировок от того момента, когда ты выступал в АПФ, после перехода в альтернативу что-то изменилось? Ну, изменилось, потому что я стал же самостоятельно заниматься. Только в первую очередь чисто из-за этого. Не потому что там условия изменились. Вот. Абсолютно не в этом дело. Вот. Сначала как бы я реально пахал, то есть в привычном для себя режиме. Вот. Пахал как конь, реально. То есть как и раньше занимаясь Хабаровский. И вот, получается, когда в Питер тоже переезжал. То есть херово-тучу подходов, херово-тучу подсобных упражнений делал. То есть так, как привык. Вот. Потом как бы я и понял, что как бы лучше делать объем за счет именно конкретной базы, без всяких подводящих подсобных упражнений. Вот. Стал там делать по 15 подходов рабочих. Потом я просто разглянился. Сейчас там, ну, сделал 5 подходов, да и, пожалуй, хватит. Ну, там там спущусь, знаешь, например, там с 90 процентов, там процентов на 70. Там доработаю еще подхода 4-5 и все. То есть на этом я заканчиваю. То есть на сегодняшний момент, как бы, мои тренировки не такие, как бы, очень ленивые. И сказать, что как бы я как-то попытаюсь подходить к этому грамотно. Ну, это пиздеж будет полный. Грамотно я, как бы, стараюсь подходить в плане все равно, как бы, дозирования нагрузок. Вот. Куда не нужно не лезть и, соответственно, со всеми расслабляться. Вот. И, соответственно, в плане техническим. И все. То есть, как бы, слежу за техникой и за объемом. Вот и все. И за интенсивностью, а не за объемом, скажем так. Тренером перестал же работать, ты сам себя гоняешь, да? Ну, да, да, да. Уже, в принципе, и со второй половины 2014 года сам себя гоняю. Не думал, может, и вернуться, может, тебе нужен человек, который тебя будет гонять. И заставлять. И, может быть, вернется все. Огонь вернется, желание заниматься. Пахать начнешь. Как раньше. Ну, это нужно, чтобы кто-то сидел, находился. Ясенхер, я это сам понимаю. Я давно уже говорю, что если бы я остался в Хабаровске, вот, но те же, например, финансовые условия, то есть, все абсолютно было то же самое. Вот, но просто бы занимался бы с тренером, я думаю, у меня были бы поудачнее результаты и больше энтузиазма. Но если кто-то рядом с тобой будет в Москве сидеть и тебя мучить, ты будешь это делать? Ты хочешь приехать и посидеть со мной, что ли? Я? Нет, я с удовольствием. И ради бога. Если ты меня допустишь к своему телу, я с удовольствием с тобой поработаю. Нет, к своему телу я тебе не допущу, но к тренировочному процессу допущу. Ну, все, тогда на семинаре обсудим. Ладно, хорошо. Есть вопрос про антропометрию, ты про нее часто говоришь, да? Да. И было несколько вопросов, которые заданы были до этого, я их объединю. Скажи, пожалуйста, оптимальная антропометрия для пауэрлифтинга, ее как понять? Как понять, что ты в оптимале или ты там не очень подходишь? Ты на что смотришь? То есть тебе нужен именно такой самый максимально универсальный вариант, да? Мы знаем, что антропометрия у тебя, мы все знаем. Вот опиши, что ты, есть такая, есть морфологическая модель оптимальная спортсмена для каждого вида спорта. Вот ты для пауэрлифтинга оптимально, видимо, точно подходишь. Ну, как бы да. Если брать, например, все три упражнения, вот туда, то есть, например, длина рычагов у меня такая довольно-таки оптимальная. Плюс, объединив, как бы, ну, гибкость, ловкость и тому подобное, вот, довольно-таки хорошо, в принципе, получается все делать складно. То есть у меня и жим по короткой амплитуде, и тяга, и присед тоже, как бы, все четко, все нормально. Ну, что для этого должно быть? Короткое бедро, короткое голе, там, предплечье короче, чем плечо. В первую очередь гибкость нужна, опять же. То есть, какими бы ты рычагами не обладал, ты не сможешь ими оптимально пользоваться, да? То есть, получается, раскрывать свой потенциал, если у тебя не будет достаточной мобильности. Вот. Далее у нас это, конечно же, соотношение длины корпуса и ног, опять же. Вот. Потому что с руками тут, как бы, блин, все немного попроще получается. Сейчас, погоди секундочку. Да. Вырублю нахуй телевизор, мне мешает. Вот. Реальные пацаны реальным пацанам мешают. Так вот. То, что касается ног. Опять же, когда слишком корпус короткий и слишком ноги длинные, для тяги, конечно, это очень круто. То есть, взять, например, того же вулома. Вот. Но когда дело дойдет до жима с приседом, тогда начинается полная еботня. Вот. Конечно, можно там, как бы, это все обыгрывать, там, высокими положениями штанги на плечах, да? То есть, уже класть на трапецию, а не на ости лопаток. Вот. Там еще там каким-то ситуациями, там, шириной постановки, там, уходом коленями вперед, то есть, больше изъебываться. Но, как бы, ну, ты, как бы, добьешься более такой гармоничной техники, да? То есть, получается, более сбалансированной. Но, опять же, то есть, с высоким положением, например, да, ты много все равно не встанешь, нежели, то есть, например, со стеями на лопатках. На лопатках. Вот. Опять же, грудного отдела ты должен быть мощным, чтобы он у тебя не уходил. Вот. Опять же, ну, когда всегда, например, длинномногим складываться проще. А с высоким положением ты не сложишься. То есть, ну, и так можно еще себе шейные позвонки травмировать запросто. Вот. Поэтому, ну, получается, а с руками то, что касается? Ну, что касается? Конечно, когда тут, как бы, не больше, не в целом длина рук, то есть, там, в сумме, да, например, там, плечо предприятия, а вот именно длина плечевой кости, вот больше, да, она важна. Потому что, как бы, грудная мышца в жиме, она все равно самая основная, и, как бы, ей же, получается, плечевые кости приводить. Поэтому, конечно, длина плечевой кости тоже должна быть более удачная. Вот. Поэтому, опять же, тоже, вот, зачастую, самый частый случай с антропометрией, это когда плечевая кость все равно она покороче, чем предплечье. Вот. То есть, все равно намного реже, когда 50 на 50, а уж тем более наоборот. А как ты считаешь, это подобные моменты, они одинаково важны для лифтера любой в самом стиле? Вот там, для супертяжа это то же самое? Вот у Коновалова, например, оптимальная антропометрия, наоборот? Ну, блин, честно говоря, его антропометрию очень сложно просчитать из-за объемов. Ну, так, на первом случае. Как бы, ну, и, соответственно, не из-за мышечных объемов. Вот. Просто, если, например, смотреть его присед, да, смотреть его фронтально спереди, такое ощущение, будто у него корпус длинноват, а ноги, ну, относительно коротковаты. Начинаешь смотреть сбоку, да нет, ни хрена. То есть, получается, ну, из-за того, что пузо опускается к низу, то есть мы этот, ну, сейчас таз теряем, не видим. А с боку смотришь, в ходе ненормальной антропометрии. То есть, поэтому смотреть, например, если по ногам и корпусу, в принципе, у него тоже довольно-таки универсальная антропометрия. Вот. То есть, по рукам там тоже, опять же, из-за объемов, из-за, то есть, ну, там, из-за, скажем так, объема грудной клетки, да, они у него больше там, как бы, в стороны уплывают руки. Вот. Чтобы, как бы, свою... грудь обхватить. Поэтому, то есть, как бы, по длине рук, ну, не знаю, наверное, все-таки у него длина рук, если соотношение брать, то покороче, чем у меня. Вот. По отношению, то есть, ко всему росту и остальным рычагам. Но, как бы, тем не менее, все равно. То есть, у него, таки, довольно-таки, тоже, как бы, оптимальные рычаги. В принципе, если смотреть его результаты, это тоже, в принципе, все прочитывается. Скажи, пожалуйста, а необходимость некоторым лифтерам приседать не с низкой, а с высокой штангой, это минусы антропометрии? Ну, для приседа, да, относительно, да. Ну, то есть, это говорит о том, что антропометрия не позволяет приседать с низкой, да? Ну, в любом случае, ты можешь при любой антропометрии приседать с низким положением, но ты будешь просто складываться и раскладываться. Вспомни, вон, свой присед. Например, как-то раньше сложился-разложился. Я исправил. Да, я помню, да, помню, помню. Вот. И ясно, понятно, что, как бы, вся связка, да, то есть, разгибатели, да, все задние поверхности бедра плюс ягодицы всегда будет в совокупности сильнее, да, чем квадрицепс. Вот. Но, опять же, как бы, ну, как бы тщетно надеяться все равно на этот завал. Вот. То есть, ладно, там на больших весах где-то скомпенсироваться немного, вот, но все время складываться-раскладываться, блин, такой момент идет на позвоночник тоже нормальный. Опять же, амплитудная работа, чрезмерно-амплитудная работа под нагрузкой в тазобедренном суставе. Опять там есть там еще какая-нибудь постановка чуть-чуть не та, но тоже. Помнишь, Коин приседал в начале карьеры до травмы, как сильно валило, да, вперед его? И в итоге закончил с пересадкой двух тазобедренных суставов. А он приседал, кстати, с вертикальной голенью, знаешь, так вот, как бы, жопой назад больше. Ну, вот. У него спинище мощное, блин, все мощное, поэтому ему можно было. Но, опять же, как говорится, заряженное ружье и, блин, раз в год выстреливает, поэтому, как бы, это было ожидаемо. Срава, не поздно, там должно было быть. Да. Вопрос, Хару. Я не буду спрашивать, сколько ты тянешь в тяге, это неинтересно. В классике, в смысле. Вот, если взять тебя или любого другого успешного спортсмена, какое соотношение одаренности и труда? Можешь сказать? Кто сказал про тебя? А, ему фортануло. Родился, фортануло. Дима Смирнов сказал. Ой, фу, блин, Дима Спиридонов. Спиридонов, Спиридонов. А, Спиридонов? Спиридонов сказал, что это сказал Голубочкин, но он так пошутил просто, на самом деле. Вот. В какой-то степени мне, на самом деле, фортануло. Вот. Но, опять же, я как, ну, то есть, всегда говорил, да, то есть, на собственном же опыте, то есть, как бы, сейчас, да, мы уже понимаем, что, да, я, как бы, обладаю очень хорошей генетикой. У меня даже кости, например, очень крепкие. Вот, если, например, вот сегодня, например, ситуация, да, была, есть знакомый у меня, вот, он сломал себе палец на ноге, наступив второй ногой на ногу, получается. То есть, представляешь? Случайно просто наступил и сломал палец большой. А мне на тяге прилетело железными дисками 360, и кроме как ссадины и просто отлетевшего ногтя, я, в принципе, ничего не получил. Вот теперь, опять же, как бы, вопросы генетики. Продолжай, извини, пожалуйста. Продолжай мне мою, знаешь, что я могу посмотреть. Да я тебя дождусь. Не-не, ну, то есть, в итоге, я пропустил, извини, резюме какое. Больше таланта нужно или больше пахты? Я вот просто, есть неплохие спортсмены, которые считают, что пахта – это тоже талант. Способность много пахать – это тоже талант. Ну, да. В какой-то степени да. Но это, опять же, тоже все в голове. Сидит. Причем немалый. Да, просто, например, когда я пахал, как бешеный, у меня, знаешь, как бы, куча была таких, скажем так, ну, сказать, что обид нет. Вот именно желание доказать что-то, что я, блядь, не кусок говна, что я, блядь, реально лучше других. И, как бы, вот это желание доказать, как бы, знаешь, это, как бы, блин, постоянная мотивация, постоянная, знаешь, как бы, для меня была, как батарейка и топливо. Вот. И я херачил, как бешеный просто, реально. И у меня был прогресс, реально, то есть, семимильными шагами. Просто у меня, получается, когда я сменил тренера, у меня там, в 2011 году, у меня, как бы, резкий взрыв и пошел в результатах. То есть, до этого я был, как бы, обычным, обывателем, пауэрлифтером, то есть, никакими, там, удающимися результатами я не отличался. Вот. И все. То есть, ну, как бы, хочется, был рядовым мастером спорта. Вот. Потом, за три месяца я резко прибавил, ну, если в плане, то есть, именно по выступлению 55 килограмм в сумме, но там были просто проблемы с реализацией, был первый чемпионат России, я там, реально, просто пересрал конкретно. То есть, там, в сумме я где-то почти сотку прибавил, на самом деле. Вот. А пахал, это сколько тренировок было в неделю? Да так же, ты тренировки в неделю, но просто, как бы, очень большие, непривычные для меня объемы были. Ну, примерно, сколько в цифрах, сколько подходов, сколько подъемов? Может, вам-то? Да, я подъем обычно туда не считаю. Ну, пример тренировки какой-нибудь. Ну, вот, например, но в приседе, там, в принципе, ничего такого отличительного не было, вот в тяге, то, что приходилось херачить. То есть, в приседе, там, в принципе, как правило, стандартные раскладки, там, пять по пять, четыре по шесть, либо шесть по четыре. Вот. А вот в тяге, например, ты начинаешь тянуть сначала с ямы, да, например, стоя на двух резинках, на двух плентах. Вот ты делаешь четыре подхода по четыре на двух резинках, потом выбираешь резинку, то есть понижаешь высоту. Еще четыре по четыре. Потом еще делаешь пять подходов по три с помоста. Вот. Если там у тебя еще есть запасы, ты еще сверху дохерачиваешь. На усмотрение тренера. То есть, вот такой, как бы, вариант. То есть, как бы, большая работа, еще плюс, как бы, амплитудная работа. То есть, для меня это была дикость. Фишка в том, что ты это делаешь в среду, а в пятницу у тебя еще тяга с плентов. Получается. То есть, две тяги было в микроцикле? Получается, у меня было, там чередование было, либо две тяги, либо два приседа. То есть, такой, еженедельный чередование. Отлично. Хорошо, я тебя услышал. Давай дальше к вопросам. Как не переседать в приседе? Не доседать, а как не переседать? Знаешь, некоторые слишком глубоко падают. Бинты мотая, не пересядешь. Хорошо, а если без бинтов? Не указано, как. А если без бинтов? Без бинтов нужно садиться подконтрольно. Подконтрольно, в принципе, нужна какая-то семена динамика, чтобы как-то себе облегчить задачу. То есть, во время подъема снизу. Поэтому, какой-то некий все равно отбив, и, соответственно, наиболее амплитудное движение нужно создавать. Ты же не оттолкнешься об воздух. Мы же этот не китайский кунфуист. Что воздух, когда тоже материя, что там по ней можно порхать, ходить и тому подобное. Нет. Поэтому без экипа я сам, когда выступал, я всегда глубже садился. То есть, если не хочешь, если, например, боишься садиться ниже, или у тебя реально получается ниже, чем надо, просто поставь ноги поуже, и все. То есть, эта проблема подойдет, на самом деле. Вот это уже интересный ответ. Отлично. Я знаю, что мы расходимся с тобой во взглядах на этот момент. Поэтому интересно будет тебя послушать. Если будет интересно, я скажу. Может, у меня уже поменяли взгляды. Возможно. Что эффективнее растит результат в тяге. Может, кстати, у меня тоже поменялись. Специализация на самой тяге или большой объем силовой работы у вас в помогательных упражнениях. Так, судя по вопросу, ни хуя ничего не поменялось, значит. У меня отношения. Нет, это не я задал. Это не я. Это я читаю вопросы подписчиков моих. То есть, либо специализированная тяга, то есть, соревновательная тяга оттачивания, либо какие-то подсобки. Тяга, соответственно, основная тяга. Ну вот, то есть... Да ну, говори. То есть, чего можно добиться подсобками? Какие, например, подсобки? Подсобки подсобкам рознь. Вот. Ну, это могут быть варианты тяги. Да? Вариации тяги. Тяги с остановками какие-то. Вот ты же делал тяги с подставки, например. Тяги с ямы? Или с линтов? С ямы. Делал. Вот. Вот этого техника еще больше ломалась. Согласен. И особенно я это чувствовал, когда тянул уже... Я же тебе говорил, да? То есть, потом уже третьим упражнём ты тянешь с помоста, и ты понимаешь, что это такое опять корявое чмо, и что у тебя даже уже с помоста ни хрена не тянется. Вот. И... Блин. Поэтому по мне так было проще сделать, например, четыре подхода просто с помоста. Вот и всё. Я могу ответить так, если моё мнение интересует. Тут не всех присутствующих интересует моё мнение, я смотрю по комментариям. Специализация на самой тяге важна на начальном уровне и на уровне очень высоком. А в среднем этапе между ними может быть дополнительная работа и большая в подсобке. Это не мешает. Но начинающих это отвлекает от наработки техники. А уже очень опытный от высокого уровня от мастера спорта и выше. Это тоже может мешать и корявить технику. Вот как-то так. Так, давай дальше. Скажи, пожалуйста, что эффективнее растит силу? Синглы или работа на два-три повтора? И ни то, и ни другое. На самом деле. Ну ладно, ещё три повтора, куда бы ни шло. Меньше трёх повторов уже ничего растить не будет, как правило. То есть синглы ты не делаешь? Синглы я делаю только накануне соревнований. Либо там бывает по настроению. Хочется пройтись, например, чувствуя какую-то силу, знаешь, например, в себе неведанную и загадочную. И так как бы, знаешь, ради такой собственной мотивации, скажем так, чуть-чуть пройтись вверх. Почему бы нет? Просто как бы знаю, что моя техника позволяет это сделать. То есть, ну как бы, вопреки какой-либо травматизации. Вот поэтому, как бы, я могу себе это позволить. Если кто-то тянет там хуй знает как на компенсацию горбом и тому подобное, то нехуй это повторять. А если делать тинглы, не долезай на высокие проценты? Вот у Туши Ренера, например, знаешь его? Знаешь Туши Ренера? Это тренер? Туши Ренера. Не знаешь? Это топовый тренер АПФовских спортсменов. У него очень высокие показания. Майкл Туши Ренера, что ли? Да, да. Ну, Туши Ренера, по-моему, он произносится правильно. Сложный описание. Я его знаю. Я с ним выступал на одном помосте. О, отлично. Вот у него синглы, это прям отдельный блок большой. Они очень долго их делают. Можно делать синглы, но если, например, опять же, тогда нужно учитывать, ну, и обсуждать, получается, режим отдыха между повторениями. То есть, пулин, между подходами, получается, какие повторения в синглах могут быть. Вот. Если какие-то там, например, короткие отдыхи делать, и там подходов там по 10-15, конечно, будет рост. Но те, кто спрашивают, они-то по-любому думают, сейчас делают там 4-5 подходов там с отдыхами по 10 минут. Вот. Поэтому лучше сразу как бы это все как бы разжевывать, расшифровывать все нюансы. В таком случае, конечно, да. И у меня были в практике такое, то есть там 10 по разу там с 30-секундными отдыхами. Есть, конечно, смысл в такой работе. То есть, объемные синглы ты не отрицаешь? Нет, конечно. Отлично. А сам как тренера используешь? Или только сам дел? Почему? Я ему давал, конечно, своему. Давал, даю. Я даю. Сойдемся. Хорошо. Спрашивает Юра, хват замок лучше практиковать ближе к соревнованиям или постоянно? Постоянно, конечно. А пальцы не калечит? Хожу? Ну, мне один раз ноготь сломало вот на 440, когда я тянул куда-то полтора года назад. Но сломало его там внутри, потом к нам стал уже срастать и смотрю, наполовину такой сломанный поперек. Вот. А этот-то только был один раз. Ну, и 440 был один раз, потому что поэтому я один раз сломал. А вот. А так, в принципе, все нормально. Ну, поболит у тебя сутки палец, ничего страшного. Но на тренировках ты тянешь в лямках, насколько я знаю, часто. Я разминаюсь в замке, вот, потом в лямке мотаю. Потом накануне соревнований там еще там поднимаюсь до 380, то есть вот так вот. И все, в принципе, так как бы, ну, активно я как бы в замке не тяну. То есть основные рабочие подходы я точно не делаю в замке. Потому что я буду отвлекаться. Мне как бы и грифы не позволяют это делать наши. И, блин, все равно как бы, блин, настрой на соревнованиях, когда ты делаешь сингл и, то есть, там как бы отдельно, знаешь, у тебя психика в этот момент. То есть, вообще все по-другому. А в зале ты все равно как бы думаешь об этом и будешь отвлекаться, компенсироваться, нахрену надо. Я к этому спокойно в лямках тяну. Просто знаю, что, когда нужно будет, замок мой выдержит. Вот и все. Я просто слежу за отечностью пальцев. Вот что меня как бы тоже беспокоит, потому что когда пальцы отекают, соответственно, ты уже и не обхватишь. Особенно, когда подушка большого пальца увеличивается. Вот при отечности. И ты и не обхватишь нормально, и при отечности высокие сразу мозоли летят. Вот. Поэтому вот за этим я слежу очень внимательно. Ты хват тренируешь, кстати? Многие боятся тянуть в лямку, потому что считают, что это убьет хват. Да нет. Типа хват. Нет, я не тренирую я хват вообще никак. Потому что все тренируют хват, как правило, как-то динамически. И все, кто отдельно тренирует хват, как бы отдельно на нем заморачиваются, заметите, какая лапа. Такими прям с такими пальцами-колбасами. Вот. Опять же, что тоже потом в дальнейшем скажется на хвате. А то есть ты имеешь в виду пальцы становятся толще? Да, толще становятся, конечно. Но динамически это усилие. Либо когда ты работаешь все время в статике, либо когда ты... Соглашусь. Скажи, пожалуйста, тогда, давай следующее. Немножко отойдем от тяги. Ты вертикальные жимы делаешь, стоя, сидя, и считаешь ли это важным для жима лежа? Никакой прямой зависимости вообще нет. Но я так делаю так чисто в качестве ОФП. Потому что все равно мышцы должны мелкие работать, как ни крути. Потому что плечевой сустав он такой очень травматичный сустав из-за его гипермобильной многопоскоростной работы. Поэтому просто лайтовенько я там делаю жимы гантелями сидя. Либо стоя по настроению. Просто надо впадло до сидушки тащить до скамьи гантели. Я просто взял и все сразу. То есть прям стоя пожал, поставил обратно. Рекорд можешь озвучить в жиме стоя? Ну в жиме стоя со штангой когда делал? Да. Да херня. Вообще 100 на 5 жал и все. Больше не жал. Нормально. 130 на 2 я жал в лучшей форме. Когда-то давно. Но я хочу сказать что Ну как бы жимы вверх я никогда не тренировал и как бы ну как бы может быть это и не мое даже. Так нет а на самом деле переносы как такового нажим лежа не. Ну Движение совершенно не в той плоскости не в той амплитуде практически никакой то есть с точки зрения это необходимая штука действительно но позитивного переноса на жим лежа нет. Так хорошо Игорь Степанов спрашивает как закачивать поясницу? То есть делать ли гиперэкстензии в каком режиме и так далее? Многоповторно или с весом? Ну это больше твоей специализации. Нет я гиперэкстензии вообще не делал. А ученики твои? И ученики не делал. Нет? Нет не делаем мы никто Я даю только на начальном этапе ну новичкам достаточно долго потом тоже отменяю потому что я считаю что работа в тяге она компенсирует эти проблемы и специально Она как раз таки более чем компенсирует ну вот поэтому я вообще не вижу смысла тоже опять же в этом на начальном этапе ну просто видишь мы с тобой как бы думаем как это как тренеры по фитнесу как бы в идеале это лучше сделать то есть ну как правило до меня прям вообще прям нулевые-нулевые прям спортсмены получается просто не приходили поэтому у них какая-то уже база была вот и соответственно как бы задрачки гиперэкстензиями я смысла не вижу клиенты конечно да у меня все кто приходят сначала гиперэкстензии делают тренажерчики только потом со временем потихоньку начинают давать сначала гантельки там потом уже там штанги и тому подобное ну достаточно мест для того чтобы каждый попробовал и каждого мы поправим займешься конечно так хорошо да куда соответственно идти и все по всем подробностям можете у нас найти по хотя у меня в ленте тоже много раз озвучен свои есть интересный вопрос мне прям тоже интересно как составить план чтобы выступить на двух стартах 1 июня и 29 июля это получается по мисс да там все просто получается на самом деле можно всякие разные раскладки делать нас тут мне как бы несколько вариантов точнее несколько путей решения вот и тут получается не два месяца полтора месяца то есть в любом случае после выступления нужно будет отдохнуть конечно это будет там не недели не 2 1 1 скорее всего дня три пока от эти все отходники у тебя полностью не пройдут нет отходники уйдут они уйдут это дня через три можно идти в зал то есть у тебя там побыли то реально максимум для 34 прям 4 край эти дни можно и дом по седьмому курить собственно говоря никакого там не отката не потери тонуса ничего не будет потом видишь что-то например тяжкая был сейчас другой подход в плане соответственно расставление неров по микроциклу вот я сначала бы например я бы просто получается поделил бы там сколько получается на 6 недель получится 7 недель 6 недель и разгрузку например но может где-то дни 10 я бы дать вот эти 6 недель недель бы я бы например разбил будет соответственноASS и где не делать не будем начало как бы смысл потому что тоже как бы соревнования были как бы особо прикидываться не нужно нам нужно возможности как бы еще наработать какую-либо базу вот поэтому я бы счала 1 недель творчества ты там где позволим например 46 повторений то есть четыре например повторение у нас антенсивные дни то То есть шесть повторений, например, такие более объемные, более лайтовые. Две недели 4-6, две недели 3-5. Лучше даже больше. Три недели получается 3-5. Потом, например, двоечки можно сделать. И все. И потом получается разгрузка и соревнования. А какой из этих стартов ты бы сделал главным? То есть понятно, было бы глупо пытаться на обоих побить свой лучший результат. Я считаю, что если ты выступаешь, для тебя каждое соревнование должны быть приоритетными. То есть если ты идешь выступать, тебе не должно быть в голове такого, ну это так просто я вот. Типа так попробую, а вот эти для меня будут важные. То есть надо как бы и там, и там стараться. Главное просто как бы именно психологически не зацикливаться на этом. Вот что важно. А я считаю, что в годовом цикле нужно выделить главный старт, выделить старты второстепенные. Ну то есть, представь себе, олимпийский цикл там. Слушай, у меня всегда когда главный старт, я всегда проебывала второстепенные. Я, блядь, там не знаю, откуда у меня силы появлялись. Это вопрос отношения. Ну, представь, вот у человека... Это вопрос отношения, да. Человек готовится к олимпийским играм, да. И ему нужно там в течение четырех лет несколько раз пройти там, не знаю, город, округ, страну, Европу, мир там, да. Он же не будет пытаться на городе побить олимпийский рекорд. Это было бы глупо, да. Если рассчитать хотя бы волнами постепенный рост за эти четыре года. Нет, я понимаю, да. Понимаешь, да? Только олимпийским играм он подойдет... Ну давай не будем говорить олимпийские игры или какую-нибудь, нахрен, альтернативу, блядь. Где похуй-то, где выступаешь? Нет, все равно, когда стартов много... В Штатах или там в каком-нибудь деревне Кукуева результат будет результатом все равно. Согласен, дело не в этом. Просто когда стартов много, как здесь, да, необходимо определиться. Ко второму старту хочешь показать максимальный результат, а ты все-таки к первому. А второй это уже так, не знаю, за места, за медали, за призы. Но, опять же, нет, в этом плане да. То есть тут как бы просто такой будет более проходящий старт, но, опять же, если ты почувствуешь, что, блядь, у меня откуда-то силушка богатырская появилась, блядь, а хули бы, знаешь, блядь, и не попробовать. Ну как бы, да, согласиться. Потому что бывает такое, что вот, блин, даже мы когда еще с Костей Константиновым общались, с Царством Небесным, вот по этому поводу, что, блин, бывают такие случаи, что мы сами себя сдерживаем, да, как бы думая, что, блин, вот лучше сейчас пока как бы придержу коней, а в следующий раз я подниму вот больше. Вот, а потом бывают, возникают такие ситуации, что, блин, а больше ты уже поднять-то не можешь. Вот взять того же Маланя, ничего тоже, что далеко ходить. Ну сколько раз он мог присесть 500? Так минимум раза два-три. Раза три, да. Ну вот раза два-три, а сейчас? Все. Все. Да, все. Мы же, блядь, не молодеем, всякие разные ситуации бывают. Блин, ну, блин, конечно, так тоже как бы горит плохо, но, блин, реально там, знаешь, как бы до завтра можно, в принципе, и не дожить. Вот, и поэтому нужно, как бы, ну вот, как бы, есть оно здесь и сейчас, и вот надо вот реально работать по ситуации, вот и все. Ну хорошо, я тебя услышал. Давай дальше. Этот вопрос часто задаю, и уже неоднократно здесь задали. Скажи, пожалуйста, если тебя смещает во время приседа в одну сторону, в сторону какой-то ноги, в чем может быть причина и как устранить? Да, бывает такое частенько. Вот, но обычно у меня, как правило, это, ну, по причине каких-нибудь либо болевых ощущений, либо каких-нибудь компенсаций. Как правило, болевых ощущений. Вот последний раз у меня просто болело где-то что-то крепление, что-то с задней поверхности бедра, где-то под ягодицей болело, вот, и вот как раз-таки меня смещало на одну ногу. Почему-то, сука, на больную. Непонятно почему, видать. Ну, как бы я понимаю, почему. Потому что у меня все компенсации на правую сторону. Вот, то есть у меня наклон корпуса идет именно чуть-чуть в сторону, как бы у меня уходит корпус. Сажусь я больше на правую сторону, поэтому у меня вся правая сторона, все блячки славливают и колени, и квадры, и под ягодицей, и поясница там и все тому подобное. Вот, то есть, ну, как бы там некое укорочение идет. Вот. Вот, и есть, ну, как правило, это компенсация в основном. То есть если это стабильно проявляется. Я соглашусь, как правило, это травма, либо старая травма. Потому что есть еще проблема, если у вас что-то было порвано, например, надорвано, травмировано, даже если вы полностью восстановились, и у вас ничего уже не болит, все равно травмированная конечность на 100% не восстанавливается никогда. То есть успешно... Организм пытается его сохранить, соответственно. Да, успешным считается восстановление до 70%, 75%. Вот. То есть в любом случае одна нога всегда будет слабее. Может быть не в приседе и в тяге, там, на, допустим, на односуставных упражнениях, это четко видно. Все давно прошло. Много лет там с травмой, но все равно это видно. Хотя, если речь не о спортсмене очень высокого уровня, да, и не о травмированном, чаще причины банальные. То есть люди часто ставят одну ногу немножко вперед на приседе, не замечают. Как правило, более сильную. Или у них стойка стоит не очень ровно относительно того, на что они ориентируются. На зеркало ли или на стену. Это потому что, да, я тоже всегда говорю, что не хрен смотреть в зеркало, потому что, когда смотришь в зеркало, ты сразу же ориентируешься на плоскости. То есть ты прям четко стараешься, получается, параллельно зеркалу стоять, четко фронтально. Вот. А бывает такое, что, блин, вот ты отходишь, да, например, с большими весами, вот как встал, так и встал. Чуть-чуть по диагонали. Вот. И вот когда так встаешь, чуть-чуть по диагонали, а один хер, ты ориентируешься на зеркало, и корпусом, получается, дозаворачиваешься обратно. А по идее, если ты просто стоял бы, ну, в пустом пространстве, где-нибудь на сцене, то ты бы развернулся бы, соответственно, вслед за постановкой. Так это было бы логичнее и правильнее. Вот. Поэтому вот эти приседания перед зеркалом, хоть и по этой причине, еще по куче таких разных причин, вот, потому что даже стабилизация по-другому работает. Потому что ты, как бы, ну, зрительно смотришь на свое отражение, вот, а убереть от тебя отражение, ты начнешь просто там шататься, падать, и тому подобное, то есть терять просто баланс. Вот, поэтому вот эти приседания... А? Ты с монолифта приседал на соревнованиях? Ну, конечно. А, было же, да, такое? Тебе, кстати, удобнее со стойкой с монолифтом? Ну, с монолифтом удобнее. Удобнее? Как бы не то, что удобнее, легче все равно. Косит меньше. Косит меньше получается. Хер знает. Косит, не косит. Все равно, когда я снимаю с монолифта, как бы стараюсь встать ровно, снимание, чуть-чуть такой оп, и разворот идет сразу. Ну, как бы, обратно свою компенсацию, ты возвращаешься. Угу. Либо по мере отпускания вниз, ты все равно, как бы, чуть-чуть винта дашь. Угу. То есть тут, как бы, от этого не уйдешь, неважно, какие стойки. Вот. Просто в монолифте, блин, знаешь, бывает тоже попроще, бывает не попроще. Просто бывало такое, что, блин, чуть-чуть не попадал. Вот. Вот один раз вот на боссах выступал, который вот не крайний раз, а вот второй раз. Всего выступал три раза. Как раз на 400 пошел, чуть-чуть вперед больше ушел, стопы выстрел, чуть больше вперед, снял и сразу назад полетел. То есть, например, с обычной стойкой такого бы не случилось. Да. Она работает как ориентир. Просто. Обычно. Хорошо. Борисенко Владислав спрашивает. Что делает, когда сводится к колене во время приседаний? Уточняет у девочки. При вставании. Ну, я думаю, это не важно. Ну, типа, это не у меня. Типа, хорошо, я ей передам. Ну, видимо, это тренер о своем подопечном спрашивает. Ну, тут опять же, смотря некоторые там небольшое сведение колен, да, то есть, например, на момент вставания вверх. То есть, в идеале, когда ты опускаешься вниз, у тебя акцентировано разведение колен идет, начинаешь вставать вверх, у тебя чуть подсводится. Вот если у тебя чуть подсводится, то есть, и голень, например, ну, если смотреть, она вертикальна, да, то есть, более перпендикуляр уходит. В принципе, это нормально и физиологично. Вот, то есть, с точки зрения физики, у тебя, наоборот, максимальный упор в этом плане появляется. Когда ты колени разберешь на момент опускания вниз, это для, соответственно, для минимальной траектории, для, чтобы быстрее достичь доседа, соответственно. Вот, то есть, по короткой амплитуде уйти вниз. Вот, и некоторые тут маленькое сведение, как бы, уже считают за критичность и думают, что надо что-то с этим делать, как бы, с этим делать, в принципе, ничего не надо. Вот, а когда у тебя уходит за плоскость стопы, именно, вовнутрь стопы, вот там уже, да, нам нужно что-то уже решать. Как правило, это самое распространенное это плоскостопие, конечно же. То есть, причина этого. Вот. В большинстве случаев они по причине, там, слабости мышц, там, как правило, приводящих, там, еще чего-то. Нет, приводящие здесь ни при чем. С точки зрения слабости вообще. Ну, это слабость мышц, отводящие. Ведро, соответственно, добую. Я правлю эту проблему, ну, с теми, кто обращался, достаточно легко. то, как правило, это неправильно выбранная шина на стойке. То есть, стойка, как правило, выбрана слишком широко. Если поставить чуть уже, то момент сведения коленей слабее. Если все равно сохраняется эффект, то очень слабые квадрицепсы. Многие считают, что это слабые приводящие, и так далее. На самом деле, поскольку два движения происходят. Разгибание голени, разгибание бедра, да, если разгибать... Нет, но с другой стороны, как это может быть слабо приводящие, если ты приводящими их сводишь к центру? Да, да. То есть, логика тогда в чем? Разгибатели голени, это разгибатели голени, извини, недостаточно сильные. Включаются разгибатели бедра, а приводящие тоже разгибают бедро. Вот и получается, что... Я бы скорее, знаешь, можно было бы еще, если как-то говорить о приводящих, то это наоборот нехватки мобильности, например, гибкости приводящих. Если говорить о приводящих. Но то, что это слабость приводящих, это точно нет. Ну да. Хорошо. Спрашивают, за сколько до соревнования убрать лямки вставок? Да их не обязательно как бы убирать-то сразу за сколько-то. Ну просто, когда ты, например, уже спустишься, ну когда у тебя начнется разгрузка, вот, у всех она по-разному начинается, кто-то за месяц начинает разгружаться, я порой за месяц готовиться начинаю. Вот, я... Если вообще говорить то, что... Если вообще говорить про разгрузку, в принципе, то раньше, чем за 10 дней я ее не начинаю, в принципе. Куда нахрен спешить, по сути дела? 10 дней вот так вот просто хватит, чтобы постановиться, соответственно, если нет никаких травм и тому подобное. Вот, если нет никаких болевых ощущений, вот, то есть пахота вся, она уйдет, и вся иммобильность все вернется, все будет как бы крутая пизда, то скажем так. Вот. И забыл сразу вопрос. Чему... Не, не, ты ответил на сколько убрать лямки. Ты ответил. Да, и, соответственно, если разгрузка начинается за 10 дней, вот, а я, получается, то есть делаю разгрузку за 10 дней, делаю еще одну тягу, или, кстати, могу вообще ее не делать. Если я ее делаю, то эту тягу я буду делать, соответственно, уже без лямок. Вот и все. То есть это будет где-то там в процентном соотношении процентов где-то 60, вот, просто там поделываю синглы, там подходов 6, просто по разу так, на технику, по работе, да и все. То есть это будет прям полностью вся работа без лямок. Вот, а все равно, как бы, как я и говорил, да, то есть до этого, то есть сна работа, основные подходы, то есть они должны быть в лямках. Ну, как бы не должны быть, то есть если ты тянешь в лямках все равно, и их активно применяешь, то они будут в лямках. Отлично. Хорошо. Я соглашусь с тобой. Я вообще не знаю, почему все лямок боятся. Я тоже не знаю. Лямки, наоборот, это спасение от травм наших. Поэтому... Если вы удивляетесь, что у вас на жимах или на приседе болят локти, у вас эпикринделиты и так далее, прекратите тянуть разнохватом все время. Или тянуть все время в замке. Пользуйтесь лямками. Все будет хорошо. Вот хороший вопрос, кстати. Если жимы на наклонных... Ну, видимо, тут написано, в наклонах, видимо, и вверх головой, вниз головой. Важны в параллельсинге? Надо для жима? Возможно, но я не применяю. Никогда. Никакие. Ни на наклоны, ни на обратный наклон. Раньше наклоны делал, то есть под положительным градусом. То есть отрицательный наклон никогда не использовал. И на это тоже есть причины, здесь тоже даже сферы фитнеса. Расскажи. Какие причины? Да. Прям тоже приливание крови в голову. То есть зачем оно нужно? То есть, опять же, мы меняем плоскостную работу. И опять же, как правило, при такой... При отрицательном наклоне, как правило, сжать легче. Вот. И амплитуда покороче, и грудной выгоднее работать мышцы. Вот. Тут просто, когда ты жмешь первый раз, она, знаешь, такая у тебя нестабильность, ее болтает просто вот так вот все время. Вот. Но если, как бы, этот момент наработать, в принципе, будет легче. Нахрена облегчать себе задачу, я не знаю. Вот. У меня, как бы, всегда девиз это. Тяжело в очень легко в бою. А наклоны за штангой используешь? Наклоны стоя? Good morning? Да. Да. Тоже не использую. Довольно-таки неудобное очень упражнение. Штанга катается, и... По мне, так, альтернатива лучше, это просто, как бы, румынская тяга, да, то есть, вертвая тяга. То есть, механика движения та же, но... Рисков меньше. Риска меньше, контроля больше. То есть, поэтому... Угу. Кто-то тоже, думаю, ты лысый. Немножко. А то я замерз, сидеть на балконе. Я все ждал, когда что-то там замерзнет, что уже тоже. Уже, уже. Ты меня спрашиваешь, там, какие-то неадекватные, почему я в шапке в помещении. Потому что я не в помещении. Так, хорошо. Хорошо. Потому что ты лысый, вот почему. Теперь все знают, что ты лысый. А лысый, потому что ты все время в шапке. Знаешь, как говорится, сейчас ходить в кепке или в шапке. Кожа головы будет приять, это будет способствовать упадению волос, там, бла-бла-бла-ся, фигня. Короче, не суть. К сожалению, это генетика. Это жизнь. Просто к твоему возрасту они уже должны были бы потихоньку под выпадом. Такой вопрос. Тебя спрашивают. Недавно обнаружил грыжу, видимо, межпозвонковую. Перестал делать присед тягу из-за боли. Как посоветуешь вылечить, вернуться к лисам? Это вопрос к тебе передают. Ты будешь по этой специализации. Я все равно по восстановлению после травм. Я сразу честно скажу, что я в этом не силен. То есть, где-то из какого-то собственного опыта я могу что-то подсказать. Ну, это много. Что делал? У меня нет грыжи. У тебя нет грыжи? Хорошо. У меня нет грыжи. Ну, слава богу. Это тема очень большого длительного семинара. К большому счету, если грыжа большая, и она реально дает болевые ощущения соответствующей грыжи, то восстановление займет от 6 до 9 месяцев. И приседать и тянуть на таком фоне долгое время будет нельзя. Но вернуться к этому можно, и это не приговор ни в коем случае. Но, опять же, это долго. У меня семинар по спинальникам. С Епифановым когда-то делал. Что? Ну, ты же с Епифановым делал же семинар, там тоже обсуждалось. Да, с Епифановым и отдельно. Ну, те, кто у меня, мои подписчики знают. Это долго. Давай хороший вопрос тоже. Не все знают. Что такое разгрузка и как она выглядит в идеале? Можешь в двух словах хотя бы накидать людям? Чтобы они понимают? Да, прямо в двух словах и накидаю. То есть, разгрузка подразумевает полное, не знаю, как у тебя. Опять же, вот, у меня это полное исключение, соответственно, любой. Ну, у ФПшки, в принципе, какая-то ОФПшка останется. Вот. Тот же пресс в любом случае останется. Вот. Если ОФПшка будет, она уже будет без фанатизма, а реально прям ОФП-ОФП, то есть на лайте. Вот. Подсобки, то есть именно то, что касается со штангой, они полностью убираются. Вот. Количество, соответственно, подходов тоже уменьшается. То есть у меня дальше идет раскладка три по три. То есть три подхода, три повтора. Вот. И, соответственно, как я говорил, за 10 дней у меня идет понижение после прикидок. То есть в течение этих 10 дней, вот, даже не 10 дней, а где-то 7 дней, потому что где-то вот эти крайние 2-3 дня до старта я уже полностью, то есть не буду тренироваться. Вот. То есть мне нужно спуститься с моих, то есть максимальных процентов, где-то процентов до 35. Вот и все. То есть линейно спускаемся вниз. Таким образом выглядит разгрузка. Вот и все. То есть последняя тренировка за четыре дня, да? Ну, за три дня где-то. Бывает за четыре, зависит от того, что я все время улетаю, например, да? То есть, например, если я выступаю там в субботу, то, как правило, я вылетаю в среду. Вот. И, соответственно, там, ну, во вторник получается у меня крайняя тренировка. Значит, она уже будет не 35-процентная, там, да, где-то 45 процентов будет. Но, как бы, смысл в любом случае остается тем же. А что ты в последнем делаешь? Приседаешь, жмешь? Приседим, да. Ну, как все. Понятно. В принципе, там, в принципе, ничего не меняется, как правило, то есть построение тренировки. То есть ты делаешь ту же самую базу, просто, ну, три по три. Хорошо. Еще вопрос. Успеем, наверное. Что делать, если сильно наклоняешься в кисть? При опускании или на подъеме? Я думаю, что на подъеме. Ну, я думаю, что и там, и там будет заметно. Помнишь меня раньше, мою технику? Ну, да. Ну, тут надо просто расставлять акценты, концентрироваться на многих моментах. То есть, ну, там, начинать движение не с таза, а больше с колен. У меня, например, движение начинается с акцентированного движения именно колени в стороны. Вот. То есть развожу и просто четкое опускание тазом вниз. То есть, как бы, не стараюсь наклоняться, отводить какой-то таз больше или там колени когда-то больше вперед. Просто как корпус поставил, колени в сторону и все, пошел вниз. То есть, вот, как бы, ну, это, как бы, мое видение, это, как бы, я так чувствую. То есть, с кем-то надо все равно это работать индивидуально. Ну, самое главное, опускаться вниз правильно, а вверх, если, например, речь идет о безэкипировочном присте, там уже компенсация, ничего страшного. Вот, главное, свой досет быстренько прощупать и дальше вверх. Но это, опять же, если то, что, как бы, речь идет о соревнованиях, либо там уже каких-нибудь там синглах, там уже, да, там, то, что там о 90% и выше, да. Вот. А так лучше, конечно, основной часть работы стараться работать по технике. Конечно же. Сейчас осталось 20 секунд, мы продолжим эфир или закончим? Можно продолжить, сейчас он закончится, часовой. Ну, есть у тебя еще время? Да, есть, есть, есть. Если что, я скажу, не переживай. Да, друзья, сейчас все отключится, я снова запущу эфир, снова приходите. Сейчас, через 3 секунды. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...